Кислотность То есть мы вернемся к этой же тематике по дендробейне, разбирая по полочкам каждый из пунктов И пунктами нашего видео мы разделим, какую кислотность рекомендует большая часть червеводов, какой пользуется кислотностью и, соответственно, какой пользуемся кислотностью мы На что стоит обращать внимание, на что влияет кислотность, вкратце, пробежаемся Так, смотрим, сразу начнем с основных аспектов, что такое кислотность вообще То есть в двух словах, кислотность измеряется по шкале, в которой, если вы занимаетесь, либо заинтересовались темой червеводства, вы везде читали, что кислотность для червей нужно держать нейтральную 7, семерка То есть, условно говоря, вот у нас 7, 7 это нейтральная среда, не кислая, не щелочная, нейтральная 7 это нейтральная, пошли в сторону уменьшения 6 слабокислая, 5 кислая, 4 суперкислая Поднимаемся вверх, 7 это нейтральная, 8 слабощелочная, 9 щелочная, 10 суперщелочная Черви способны жить в диапазоне от 4, то есть от кислого до 9, это уже щелочное То есть они способны жить в этом диапазоне, но если им дать выбор, условно говоря, что такое выбор Если у вас разный корм в одном ящике, вот вы положили в один ящик разный корм с разной кислотностью То предпочтение, они отдадут кислотности в районе 5-5,5 То есть от пятерки до слабокислого То есть вот в этом диапазоне подвижность элементов самая лучшая То есть самое большое количество развивается грибов, актиномицентов, ну всяческого рода бактериальной флоры Та, которая быстро перерабатывает эту органику И она становится более усвояемой для потребления червями Почему большинство людей рекомендует семерку и раскисляет всяческого рода агро Ну всяким кормовым мелом, доломитовой мукой, известью пушонкой Ну кто чем, золой, чем только не раскисляет Смысл просто в чем, что когда вы делаете 7, а может даже 7,5 Вот, в основном в этом диапазоне все червеводы, которые хотят прямо вот щепетильно относятся к теме кислотности Они держат 7-7,5 вот в этом диапазоне То есть выше 7,5 опасно Потому что уже при 8 слабо-щелочная среда идет как бы так называемое ингибирование бактериальных процессов То есть за счет повышенной щелочи уже бактерии медленно развиваются, медленно разлагают органику И червям это тоже не нравится А когда мы также опускаемся слишком сильно в сторону кислотности, тоже мне очень нравится Почему большинство людей придерживаются все-таки 7-7,5 Я вам скажу почему и покажу это наглядно Смотрите, мы сейчас подковырнем Сразу вам скажу Мы держим кислотность 5,5-6 Вот в этом диапазоне черви развиваются максимально быстро Максимально мы держим слабо кислую струбу И если подковырнуть наши червячники Вот я, наверное, тень сделаю свою на грунт И мы увидим здесь вот белых букашек Видите, вот местами скопления белых букашек Вот эти букашки скапливаются там, где повышенная кислотность Вот мы комок нашли какой-то А вот, кстати, и так называемый гриндаль беленький Мы видим прозрачный червячок То есть, когда червь рождается, он с самого детства уже с кровеносным сосудом И тем самым его можно отличить от гриндаля У нас гриндаля мало, но он все-таки присутствует Сейчас мы его поищем У этой плотности червя сложно найти гриндаль Ну вот, вот я парочку еще нашел Вот, вот парочка сидит Вот он, красавцы отдыхают Вот он, видите? Видно его? Он маленький То есть, еще раз вам повторюсь Мы держим 5,5-6 Я не борюсь с гриндалем Я не борюсь с этими белыми букашками Почему? Почему весьма? Любой начинающий червевод Особенно начинающий Не должен делать суперщелочную среду Там 7,7,5 Потому что вы обязательно ошибетесь Поначалу всегда идут ошибки В любом случае Как бы вы ни старались Вы в любом случае ошибетесь И что получается? Когда черви дохнут Ну, там какая-то часть 1, 2, 10, 100 Не важно Когда у вас есть эти букашки Когда у вас есть эти Там, легкая примесь этих гриндалей Они как Санитары То есть Мы видели Кстати, обязательно посмотрите видеоролик Мне его присылали десятки раз Он называется Гриндаль поедает червя Или что-то в этом роде Или Ну, что-то Там в этом видео показан червяк И у него хвост такой полуоторванный И его там куча гриндалей обсела И типа Вот едят они червяк Не ест гриндаль живые ткани Не ест Он обычный Такой же, как и дождевой червь Это родственник червяк То есть Они едят только мертвые ткани Соответственно У него уже отмирал тот хвост И они его ели То есть И белые букашки И Гриндали Это В первую очередь Санитары Мы видим, что у меня их мало И если вы присмотритесь Если вы присмотритесь На данный момент Даже вот не к моим присмотритесь А Когда вы смотрите Всяческого рода Видеоролики От разных червеводов Вот Кто бы вам их не показывал То есть Их очень много На данный момент Разных червеводов И когда они показывают вам Либо червя вот так вот Подковыривают руками Либо каким-то совочком Либо еще чем-то Обратите внимание Этих букашки У всех Поголовно Гриндаль У всех Может быть Есть там Какие-то единицы людей Которые могут Удержать без гриндаля Без гриндаля Невозможно удержать Я вам так скажу По простому Простым языком Если вы хотите Полностью избавиться От букашек И гриндаля Есть только один способ Во-первых Загоняем кислотность Ближе к восьмерке Это 7,5 7,8 Тогда их будет Супер единица И самый железный способ Это ежемесячная смена Корма Полная смена То есть Когда мы Буквально Выдираем Всю червячную массу И перебрасываем В новый корм Который Абсолютно нет Этих букашек Абсолютно нет Этого гриндаля Если что-то Даже на червях Прилепилось А не даже Что-то там развилось То через месяц Вы опять сменили корм Для нас Это не нужно Это очень трудоемкий процесс И я вам еще раз повторю Чем хороши Гриндали И белые букашки Вы видите У меня Есть легкий налет Вот В частности Вот я вам показываю Видите Да, вот здесь вот уголочки видно В любом ящике Оно видно Мы контролируем кислотность И когда она немножко Ниже пяти с половиной Опускается Мы припудриваем Кормовым мелом Мы остановились на кормовом Меле Не на золе В золе Лучше золой Не пользуйтесь Потому что В золе До 30% Извести Особенно В частности До 30% В древесной золе До 30% Извести И когда вы ее Помещаете На червячник То есть она Эта известь Гасится И первые 12 дней У нее есть Так называемое Жгучее качество Извести Которые Проще говоря Не нравятся Ни бактериальной флоре Ни червякам И золой Поэтому лучше не пользуйтесь Мы не пользуемся Доломитовой мукой Не пользуемся Ничем другим Потому что В доломитовой муке Допустим Только до 80% Извести То есть Есть примеси Много примесей Мы пользуемся Только кормовым мелом То есть Этот мел Предназначен Для употребления В пищу Животным То есть Ну я надеюсь На то что Все таки Для животных Они делают почище И поэтому На язык Мы это не попробуем Но Так вот Это все дело проверяется То есть Используем И червям Нашим червям Это устраивает Еще раз Вернусь к тематике Гриндаля И этих белых букашек Они как мираж Они нужны Обязательно То есть Вы начинающий Червевод Вы бросили Какие-то овощи Вы бросили Какую-то Свежую органику И у вас Появились Так называемые Очаги кислотности Где вот Особенно сильно Закисает Да Ну толстый слой Овощей бросили И они набрасываются Буквально набрасываются В эту точку И быстренько Все это дело Как бы перерабатывая Гриндаль Эти букашки Раскисляют Раскисляют То есть И они вам показывают Вы делаете неправильно Посмотрите Посмотри у хозяин Ты делаешь неправильно Тут кислотность повышенная Быстренько Хватай мел И хотя бы Это все дело Припудри Обязательно посмотрите На нашем канале Тобольский тракт Есть видеоролик Называется Кислый грунт Раскисление грунтов То есть В нем мы говорим И показываем Прибор Которым проверяется Кислотность Но я вам сразу скажу Этот прибор Не очень хороший Его хватает В среднем на 3-4 месяца Потом эти электроды Окисляются И он показывает Большую погрешность Поэтому мы остановились На вот таком вот способе Может вы найдете Что-то другое Ну это лакмусовая бумажка В простонародье называется Умный Умный тест Индикатор кислотности Узнать здоровье своей почвы Проще говоря Здесь 3 лакмусовые бумажки Для проверки кислотности Никакой погрешности Чистая Чистая химия То есть Обязательно придем К этому тестеру Я вам покажу Как им пользоваться Ну для того Чтобы рассудить Все нюансы Еще раз повторюсь Не боритесь с этим белым букашками Когда их становится Слишком много Просто примерно Раз в два месяца Я беру газовую горелку И просто выпаливаю Это все Наверное все До новых встреч Задавайте вопросы В видео Здоровье и счастье Наша судьба До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok